Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGadgets и у нас сегодня очередная распаковочка. На нашем столе лежит посылочка с магазина GearBest. Знаете такое? Думаю, знаете. А если нет, то советую ознакомиться. Ссылочка есть в описании под видео. Так вот, в этой посылке находится еще один интересный представитель недорогих решений на MTK 6753, а именно Okitel U10. Но перед тем, как ознакомиться с этим зверьком поближе, мы просто обязаны отметить победителей предыдущего интерактива. Тем более, мы не делали этого уже порядочно долго и справляемся. Как помните, у нас был небольшой вопрос задания с вымышленной ситуацией, в которой фигурировал неугомонный человек-сосед, который всячески не давал нам покоя и сверлил стены без устали с ночи до утра. Разумеется, мы вызвали самые лучшие умы нашего братства, чтобы бросить вызов этой проблеме. Итак, давайте посмотрим, что из этого получилось. Напоминаю, вопрос. Как заставить дорогого и многоуважаемого соседа остановиться? Какие действия вы предпримете? Та-дам! И вот они, самые эффективные советы по борьбе с потусторонними вредителями. С вредителями по ту сторону стены. Благодаря нашим светлым умам мы теперь точно знаем, как дать отпор в случае, если неугомонный сосед снова помешает нам выспаться в субботу утром. Спасибо, ребят! А у нас следующий вопрос. Какое самое забавное происшествие приключалось с вами в жизни, но которое просто невозможно забыть? Не стесняемся, авторы самых нереальных, веселых, а главное, интересных комментариев обязательно попадут в следующий выпуск. Напоминаю, приниматься будут только те сообщения, которые будут оставлены в ответ на мой спецкомментарий с пометкой для интерактива. Вот так он выглядит. Итак, дорогие друзья, приступаем к вскрытию. Вот такая вот у нас маленькая компактная посылочка. Давайте её потрошить. Вот так. А в ней у нас, по всей видимости, ещё один пакет лежит. Вот она. Такой белый. Интересно, что ж там. Так. О, вижу название. Оукител. Оранжевая коробочка. Вот такая вот. Надеюсь, всё-таки я правильно выбрал название. Ну, как произносить, всё-таки Оукител, скорее всего. Или Оукител. Давайте Оукител будет у нас. Так. Смотрим, что у нас тут. Технические характеристики модели. Оукител У10. Вот так вот, надеюсь, будет меньше отсвечивать. Так, камера 16 мегапикселей, передняя 8 мегапикселей, железо у нас, что у нас с железом? Ну, стандартный 6753 MediaTek процессор, 64-битный, 8-ядерный, с тактовой частотой 1,3 ГГц на ядро. Android 5.1 из коробки. Экран 5,5 дюймов. Full HD. И PS матрица. Ну что ж, 16 гигабайт накопитель. Давайте вскрывать. Ну и 3 гигабайта оперативной памяти. Так. Ух ты, вот такая вот, что-то такое непонятное. Туда можно было положить телефончик и побольше. Вместился бы прекрасно. И у нас вот такие вот аксессуары. Зарядное устройство. Оно у нас на 1 Ампер. И USB кабель. Итак, задумался, что ж это такое? Что ж это такое? А это USB кабель. Так, ну и руководство. Пользователя. Вот так вот хитро запакованное. Надеюсь, это руководство пользователя, а не что-то... Скрепочка для сим-латка. Давайте её сразу достанем. Мне она всё равно сейчас пригодится при тестировании. И руководство пользователя. А оно у нас только на англий... Нет. Вру, тут ещё вроде арабский или что-то типа такого. Английский. В основном английский, может немецкий. Но китайского я не вижу. Китайского языка нет. Печаль. Я даже приуныл немножко. Так. Давайте перейдём к самому смартфончику. А смартфончик у нас вот такой вот. Серебристый. И вот у нас сканер отпечатков пальцев тут даже есть. И он не такой тёмный, допустим, как решили сделать на Elephone P8000. Тут серебристый. Давайте уберём транспортировочные плёночки. Вот. Одна. И... О, тут даже не... Смотрите, как прикольно сделано. Тут у нас, как я понял, технология 2D Glass. По всей видимости, сейчас это очень модно везде абсолютно её вставлять. Ну и плёночка, она у нас наклеена так по бокам по 5 миллиметров где-то. Стекло полностью не защищено. И по всей видимости, это не плёнка конкретно такая, а это вот все плёночки будут такого плана. Потому что стекло закруглённое по краям. Ну что ж, приходится чем-то жертвовать. Давайте откроем сим-лоток. Посмотрим, что у нас за технология тут. Тут у нас стандартно 2 микросим-карточки. И по всей видимости, флешку... А флешку можно куда-нибудь вставить-то? А по всей видимости, флешечку-то вставить некуда. Печаль беда, потому что корпус неразборный. Так, давайте запускаться. Ну, надеюсь, ты не разряжен, дорогой друг. Три, два, один. Так, вибрация прошла. Наверное, всё-таки сделаю я немножко потемнее. Потому что я сильно задрал яркость. Чуть-чуть поближе. Вот так вот. Ну что ж, давайте по сборочке быстренько пробегусь. На данный момент, при беглом осмотре, претензий у меня не возникает. Единственное, вот эти вот вставочки, это, скорее всего, пластик. А вот там всё-таки металл или нет? Или это всё у нас тут алюминий? Ладно, это будет в полном обзоре. Уточню и расскажу, что что действительно, из чего у нас корпус-то у этого смартфончика. О, он включил... Ух ты! Сразу такой режим есть горизонтальный. Так, ищем русский язык. Ищем. Сам низ. Есть русский, вперёд. Пропускаем. Окей. Так, пропускаем, пропускаем. Ничего нам сейчас это не нужно. Далее. Добро пожаловать! Ух ты! Экранчик такой прикольный, мне нравится. EPS-матрица, OGS, Full HD и притом не дешёвая. Ну, разумеется, всё-таки она бюджетная, потому что устройство у нас не самое дорогое, но она... Это что такое? Ух ты! А тут у нас есть какие-то тайные знаки в виде вот этой камеры. Ну, такой... Нет. Это у нас записная книжка. Такой мы уже встречали. Этим нас не удивить. Такой мы встречали на многих устройствах. А нам сейчас надо зайти в настроечки. Ну, версию Android-то мы смотрели на коробке. А действительно ли она тут такая? Есть. Да, 5,1. Ну что ж, попытая удачу. Ух ты! Эх ты, заранил! Так. Ну ладно, всё, это займёт у меня очень большое количество времени. 16 гигабайт встроенной памяти. Если нет возможности расширения, то это, конечно же, печаль. Ну, интересно, есть ли 32 гигабайтная версия? Если есть, то, в принципе, всё в норме. Ну что ж, давайте камеру проверим. Камера у нас находится... Перерисовали все ярлычки. Притом, неплохо смотрится. Но... Где у нас камера? Где у нас камера? Вот она. Ну что ж, давайте технические характеристики верхторманом сфотографируем. Ну что ж, давайте смотреть. Неплохо. Я не знаю, наверное, всё-таки похуже, чем у Xiaomi Redmi 22-го поколения, но достойно. Хотя 16 мегап... Да не, не, отлично. Отличное качество, камера прекрасная. За свои денежки камера хорошая. Так, ну, фронтально мы протестируем. Более детально, в полном обзоре. Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, аппарат запустился. Работает это. Значит, что он у нас правильно отправляется на полный тест. Прогоним его по всем бенчмаркам. Поиграем в игрушки. Замерим FPS. И вынесем вердикт. Что ж это за зверь на деле? И стоит ли его покупать? Ну, я думаю, стоит, потому что всё-таки технические характеристики у аппарата, во всяком случае, заявленные технические характеристики у аппарата прекрасные. Да, и стоимость у него отличная. Так что... Неплохой аппаратец. Да и в руке... Да что в руке? Всё равно это лопата, как ни крути. 5,5 дюймов. Ну, куда с таким бегать-то? Ладно. У каждого продукта есть свой покупатель. Если это делают, значит это кому-нибудь нужно. На этом я с вами прощаюсь. Не забываем посетить нашу группу ВКонтакте. Там уже есть фотосессия данного смартфона. Ну и не забываем поставить большой палец вверх под этим видео и оставить свои комментарии. Постараюсь ответить всем. На этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока. Да, надо будет ещё скорость работы сканера отпечатков-то проверить. А давайте-ка быстренько посмотрим габариты с другими устройствами сравним. Вот телефончик побольше. OnePlus 2. OnePlus 2 поменьше. Ну и Xiaomi. Ну, Xiaomi примерно такая же. Ну и потолщение, в принципе. Ну вот Okitel, если честно. Потому что он алюминиевый, поэтому он в руке лежит всё равно чуть-чуть поприятнее. Ну, лично мне. Тут на вкус и цвет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok